Да, я за ним доедала всегда. Нету детей. Это вообще капец больно. У меня были сломаны обе пятоты. Дума просто придумает. Раз, два, три. Всем привет. Меня зовут Владислав Новокрещеных. Мне 22 года. Я артист цирка. Всем привет. Меня зовут Дума Пунцукова. Мне 26 лет. Я тоже работаю в цирке. Я послуженная артистка Республики Борякин. Бывший артист... Бывший садист театра Байкал. Да. Новоиспеченный воздушный гимнаст. Кто первый признался в любви? У кого больше сын нечистих костюмов? Кто не боится высоты? Кто больше гастролирует? Кто чаще красит волосы? Кто больше тратит денег? Ты кладусь. Кто больше ест? Кто больше ленивый? Кто более романтичный? Кто больше читает книги? Кто больше ест, ты на меня показал. На самом деле нет. Я хлеб сейчас перестал есть. И это чуть больше ем. Но Дума больше ест меня. Раньше, да. Я за ним доедала всегда. Как долго Влад готовился сделать предложение? Раз, два, три. Один месяц лет. Вообще не месяц. Это были выходные. Я лежал. Я такой думаю, блин, если не сейчас, то никогда. А еще у них представления были в ФСК. И за пашник приезжал. Я такой, вот идеальный момент. Пошел кольцо смотреть первый день и нашел. Потом на второй день, в день представления, это кольцо купил. И поехал, цветы купил, родителей позвал. А почему я запомнила, что ты один месяц катал? Нет, вообще. Я вот проснулся в выходные и такой, все, надо. Ладно. Скажи мне. Я же, ты реально? Не, ну, правда так и было. Я к маме домой приехал и говорю... Это после того, как мы... Только увидел, как она летает. В первый раз мы даже знакомы не были. Я домой пришел, маме говорю, я женюсь. Она такая, говорит, ну, что, типа, угораешь? Я такую фотофотографию показал на ней, говорю, она такая, ха-ха-ха. Ну, а потом мы начали встречаться, она такая... Прикольно. Да, пришел, увидел, победил. Вижу, все не вижу. Я знаю. Буду ли я менять фамилию? Раз, два, три. Буду. Ну, это будет, правда, смешно звучать. Ну, у меня мама, Туяна Новокрещеновна. Ну, да. Ну, да. Я тоже буду дома Новокрещеновна. Туяна Новокрещеновна. Ха-ха-ха. Та-ба. А почему такая фамилия? Ну, это дедушкина фамилия, мы из Бичурского района. Египетская сила. Хотел бы, Влад, выступить в акробатическом номере. Это вообще капец больно. У меня руки, и это все в саде, например, рваные раны. Видите? Прям рваные раны. Пятнёк. Ну, ничего. А зачем? Ну, цирк, искусство требует жертв. Это, оказывается, все в цирке через боль. Реально, абсолютно все. И растяжка, и каждый трюк дается через боль, через... Слезы. Думав. Я ее вес удерживаю на себе и на одной руке вешу наверху. И это, когда дергается, обрывы называются элемент, и кожа слезла так прямо ужасно. Ну, мне кажется, это вообще на пользу идет. Ну, конечно. Ну, правда, сейчас чуть депрессую немного. Не, ну, все-таки переход, когда я с корректива. Я в театре пять лет работал, и это... Чуть-чуть тяжко. Ну, ничего, привык. Впрочем, это уже совсем другая история. Можно ли простить измену? Раз, два, три. Ну, да. Так. Видите? Древяк восклицательными знаками. Почему? Ну, потому что это плохо. Потому что это нехорошо. Так люди не делают. Делают только плохие люди. Так. А мы же самые хорошие. Ну, мне дума, говорит, если у нас застроить, я буду этим брошу, говорит. А, да. Колебаться не буду. Все. Ой, пожалуйста. Ой, не нужно. Вы знаете, с тем разговариваете? Да. Регулярно такое пишите. Профилактические беседы. Как звали бывшего Влада? Два, три. Ну, да. Общаемся. Ничего такого. Какие вопросы у вас? Лух. А мой большой комплекс. Сейчас еще чуть-чуть. Нет. Бежишь такой. А я слова не знаю, ком не подшукал. А, вот и все. Так, это не то такое. Два, три. Нету титик. Ну, да. Луха на самом деле большой профессионал. Ну, типа, в своем деле она же в цирке работает. Ну, да. И то, что нету титик, это прекрасно в моей работе. Да. А они там на подбородке стоят гнутся. Ну, как бы удобно очень. Ничего не мешает. Ладно. И так сойдет. Синдром самозванца. Пользуясь случаем, хочу рассказать о том, что у меня готовится марафон, где мы будем странить, худеть и, как это, оздоравливаться. Марафон «Полюби себя, свое тело». Вот. И, в общем-то, честно говоря, я не хотела делать этот марафон, потому что я очень себя сомневаюсь, ну, в плане профессиональном. Я не знаю, не знаю, не знала, что я могу дать своим ученикам, но, в общем-то, я поняла… Из-за номера на халпуру. А, да. Ну, как бы… Ну, мы не ссорились. Мы не ссорились, просто я тебя ругала. Ну, да. Потому что я прокрастинирую туда-сюда. Мы сейчас… Готовимся, да. Да, к корпоративам. Вот. И кроме того, что мы придумали, кем мы будем и какой костюм мы будем шить, ничего пока из этого нет. Мы не знаем, что это такое. Как правильно надо просить у… прощения, я думаю, у меня. Раз, два, три. Цветы? Кусняшки. Я… Ну… Её надо сперва оставить, короче, чтобы она остыла, и потом что-нибудь вкусное время слить. Ну, ещё цветы. В комнату закидываешь и убегаешь. А, просто так, кошки. Может, так не будет. И всё. Это не работает. Работает. И как работает? Ну, ладно. Что говорят родственники Влада обо мне? Раз, два, три. Моя семья вообще двуму полюбима. Очень сильно. Да, моя тоже. Дума вообще с мамой моей больше общается, чем я. Они там переписываются, что-то там туда-сюда. Часто созваниваемся, можем там часами полтать. А, у нас в семье просто так принято, там, я тебя люблю, там, вот это вот всё. Да, я папе говорю часто, да. А у нас немножко так похолоднее. Это такая супер бурятская семья, это когда как-то папа приехал из другого города домой. Энтак. Сэн. Сэн. Ты вообще была смешна. Давай мясо. Где и как хочет отдохнуть Дулма этой зимой? Раз, два, три. Хоп. Ну да, я, вот мы сейчас едем на гастроли в Санкт-Петербург, вот, и планирую после окончания гастроли остаться там на пару дней, отдохнуть, погулять, и хотелось бы вот войкать. Да, на самом деле. Просто я ездила туда единственный раз пару лет назад, и у меня были сломаны обе пятки. Я её везде носил, это вообще. На подъёмник, в Дулму, десёшь сам, вообще не катаешься. Ну как не катаешься? Я сидела в машине, по-моему, вообще всю свою жопу откатала. Запланировано уже было всё, да. Ну я перед поездкой сломала обе пятки. Полгода я была где-то на поличке. Ну где-то месяцев пять точно. Ну месяца три точно в гипсе-то была. Валидной коляске, потом... Прям вообще не ходила. А потом уже с костылями туда-сюда. Да. Было, кажется, тяжело. Я-то целыми днями с утра до вечера сидела дома, и вообще с нетерпением ждала, пока Влад вернётся с работы. Да, я после работы приезжал, Дулму, упаковал, и ехали в кино, там всё на коляске. Ну да, кажется, на самом деле... Не, ну классное время, думаю, вообще на коляске там это как спиди-гонщики, там, мне кажется, аж устраивание. Вредная привычка Влада. Раз, два, три. Фухать! Ну да. Ну это вообще-то непривычка Влада. Я понимаю, но это реально. Я думаю, покраснел, ты зачем этот... Грим-пауза такой... Да, я понимаю, но просто я... Это единственное, что пришло в голову сразу. И что он в тебе нашёл? Что может разозлить меня? Я не знаю, она вообще добрая. Она, наверное, редко злится прям так. Ну на самом деле так. Раз, два, три. Ну, обещание, типа, неисполненное обещание, да. День Влада, ну да, в последнее время, да. Сколько детей хочет Влад? Раз, два, три. Да. Мальчика и девочка. Не, ну классно же себя ощутить отцом девочки. Это же совсем разные носли. Ну, а если девочка, девочка, значит, за три тебе пойдёте? Нет, мне кажется. Ну да, мне кажется. А что, так можно было, что ли? А сейчас у нас будет решающий вопрос, где определиться, кто победил. Ну, если я выберу, то я бы хотела новенький айфон. Если я выиграю, мы просто выходные дома будем. Дома просто придумывает каждые выходные чего-нибудь. Типа надо туда, надо сюда. Я просто дома хочу побыть, да. Я сказала стартурем. Как звали моего друга детства? Друг брата, который? Нет. Блин. Раз, два, три. Как ты написал? Булат? Буэнтон. Ну, почти одну и туру. Вообще-все. Один-ноль в мою пользу. А ты вопрос не задавал? Я его пишу. Так, как назывался номер, с которым я впервые вышла на сцену цирка? На манеж цирка. Ты мне не рассказывал. Ну, предположи. Ну, это однозначно каучик был. Нет. Нет? Ну, пусть это будет из воздуха. Ну, все, я знаю тогда. Раз, два. Ну, да. Хун-шу-бун. 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 Хун-шу-бун, черный лебедь. Ну, почти угадал бы 50 на 50 такой. Ну, понял. Хун-шу-бун. Хун-шу-бун тебе подарил какой-то. Сюда придя, ты открываешь немного нового. Прям супер. Спасибо вам большое. Лайк. Хун-шу-бун. Сюда придя, ты открываешься. Продолжение следует...